третий день отказа от воды решил в этот раз сделать интервью на улице, на солнышке прекрасная погода, минус 7 градусов, солнышко светит, небольшой ветерочек очень много задается вопросов о том вообще кто я, как я дошел до такой жизни, можно сказать ну и сейчас просто хочу немножко рассказать о своем опыте в моей жизни отказ от еды – это просто часть этой жизни я не посвящаю всю жизнь этому, это просто то, что сопутствует моему внутреннему пути, скажем так и в общем-то сопутствует и помогает очень успешно свои первые отказы от еды я начал где-то в 2006, наверное, в 2007 году точных дат я не помню, но меня это в общем-то так заинтересовало и заинтересовало меня с какой позиции? я был на одном ретрите и как будто внутренний голос мне сказал а давай-ка не поедим причем в то время я питался, был абсолютно всеядный, питался как все нормальные люди весил где-то по 90 килограмм при росте 178, ну такой был вполне упитанный на этом ретрите происходило следующее мы полтора часа сидели, час отдыхали, полтора часа сидели в медитации, часть отдыхали и вот так вот в течение семи или девяти по моему дней это все происходило и вот как-то в первый день этого ретрита мне пришло такое смс-ка внутреннее давай не поедим но я может быть немножко как-то удивился этой смс-ки поскольку у меня не было вообще никаких тем по отказу от еды но тем не менее решил прислушаться к этому внутреннему голосу какой-то он был очень убедительный тот момент и я провел свои первые дни отказа от еды и это сразу был срок семь дней конечно больше всего что меня смущало в тот период когда все люди там ну там вкусно довольно таки кормили пища вегетарианская но тем не менее там запахи все это плыва вот и я специально уходил потому что вот эти запахи меня конечно втягивали опять в состояние еды воспоминания о еде а когда мы медитировали или отдыхали но особых не было мыслей о еде поскольку там в общем-то ну условно говоря такое задание чтобы мысли тебя не беспокоили что ты в них не вовлекался уметь абстрагироваться от мыслей просто они есть но ты не подпитываешь их своим вниманием и переводишь в состояние больше присутствия в состоянии я есть поэтому на самом семинаре у меня все это прошло очень хорошо и на последний день я получил такой очень большой интересный опыт поскольку у меня в то время были довольно таки больные колени и долго сидеть с открещенными ногами или даже на скамеечке специальной мне было довольно таки сложно мне минут через пятнадцать надо было напрямлять колени массировать это все а тут случилось следующее я сидел и такое было ощущение как будто тело начало погружаться в какую-то как теплую воду то есть я его просто в месте соприкосновения этого ощущения переставал чувствовать тело сначала и это состояние как бы поднималось сначала от ног все выше до таза до груди и сначала был такой легкий испуг ну я просто переставал чувствовать тело глаза были закрыты я был в состоянии медитации а потом думаю ну я же за этим сюда и пришел этот испуг ушел и меня как бы накрыло вот этим состоянием и очнулся я только через четыре часа то есть я просидел полтора часа неподвижности час отдыха который я не заметил что это отдых я продолжал сидеть и следующий час абсолютно не шевелясь меня не беспокоило тело абсолютно не беспокоили колени но это не важно важно что я получил очень интересный красивый опыт переживаний этих состояний но сейчас рассказывать об этом смысла нет поскольку это наверное то переживание которое сложно вербально как-то озвучить но тем не менее для меня вот было как откровение что я понял что именно вот этот отказ от еды помог мне достигнуть какого-то очень глубокого состояния и тогда я подумал ну если 7 дней отказа от еды дает такие результаты что будет дальше и я стал практиковать стал практиковать отказы от еды то есть удлиняя свой срок и соответственно все это сопровождалось у меня тогда жизнь уже в общем-то вся сопровождалась медитациями, отстройкой тела, сознания и очень хорошо у меня стало это как-то получаться у меня не было почему-то вот каких-то кризов еще что-то хотя до этого питание было абсолютно такое всеядное постепенно в общем-то изучая этот немножко процесс я как-то начал перестраивать свое питание постепенно пошел отказ от мясных, от варенок, но это уже так в процессе причем это было не в дань моде, не для здоровья, а я просто чувствовал что я не хочу быть причастным к тому же убийству животных я чувствовал как вареная пища, хлеб, молоко ну как бы занижает вибрации поскольку уже чувствительность была довольно таки тонкая и состояние медитации было ну скажем так не такого качества более мутное что ли многие продукты просто погружают в такой тамос а состояние хотелось такого больше соответственного и вот я продолжал все эти эксперименты пока не пришел в принципе к сухому голоданию но к сухому отказу я пришел когда у меня уже был опыт 40 дней на воде к этому опыту я тоже шел конечно постепенно и там был такой довольно таки психологический момент когда у меня уже был опыт в 21 день с водой я решил а не замахнуться ли в общем-то на 40 но поскольку в окружении информации был только один человек который 40 дней ничего не ел о ком и знали но как-то было думаешь куда ты замахнулся то да в общем-то тебе это не по силам но я подумал как ну будь что будет то есть 21 день у меня уже нормально проходило причем абсолютно нормально себя чувствовал и я пошел в этот опыт как раз это был какой-то из постов наверное может быть тоже великий и я его благополучно прошел кстати вот после этого опыта у меня прошло кожное заболевание витилиго то есть то что я был весь покрыт белыми пятнами после этого опыта все это исчезло хотя я в общем-то не заказывал исчезновение этой болезни поскольку мне сказали что оно неизлечимо но оно прошло само собой поэтому это даже эффект плацебо в общем-то не мог сработать вот и потом уже не было страха вот этих состояний то есть это для меня как-то стало таким обычным рабочим состоянием что ешь что не ешь то есть меня я не был зависим не от еды но я также не был зависим от состояния там отказа от еды для меня это была такая ну как игра как путешествие приключения мне было просто интересно меня вот двигает двигал и двигает до сих пор вот этот интерес а что дальше а что дальше я не собираюсь ставить никаких рекордов кого-то там в чем-то убеждать там как-то красоваться или еще это я все делаю для себя потому что мне действительно интересно что вот за 27-дневным отказом от воды то что у меня опыт уже был мне хочется попробовать пойти все-таки подальше не за того чтобы поставить какой-то рекорд или кому-то доказать а чисто из своего такого детского любопытства причем естественно когда это все идет без страхов и ты на позитивном состоянии это проходит очень легко как только какие-то сомнения метания то есть тут уже и вибрации понижаются и организм уже химию начинает не ту не позитивную выделять поэтому вот еще одно напутствие всегда старайтесь быть в позитивных состояниях с опытом отказа от воды тоже у меня начал сон постепенно там сначала там 5 дней 7 дней я постепенно увеличивал вот эти сроки и тогда была информация что через 7 дней человек без воды умирает но я когда я прожил 7 дней без воды я вижу что я абсолютно не умираю у меня было там по-моему 10 потом или 11 дней тоже не умер причем вот эти еще отказы они были в городе не на природе то есть я все это еще как бы при жизни в социуме все это практиковал и потом уже когда вот я перебрался в эту красивую пространство я уже стал пробовать более длительные 16 дней 24 по-моему или 23 не помню сколько там и вот 27 дней и решил в общем-то делиться этим состоянием снимать на видео чтобы как-то может людей мотивировать и показывать что не все так как нам рассказывают что человек без еды он весь помирает там еще что-то такой нет даже если вы посмотрите мой опыт 27 дней и 16 вы увидите что абсолютно нормально я функционировал то есть постепенность вот этих опытов дало состояние покоя причем в обычной жизни когда я питаюсь да то есть у меня всегда присутствует сухой день раз в неделю ну плюс и кадыши которые соответственно проводятся абсолютно в сухом варианте и потом я перешел на такой режим можно назвать малоедение ну то есть оно уже практически было значит ну не то что вегетарианство а сыроедение можно назвать но я не очень люблю все эти названия там сыроеды веганы веганы как-то вот эти плакаты все вот эти таблички шильдочки мне как-то не хочется вешать на себя по крайней мере другие если там говорят я там сыроед ради бога вот мне не хочется как-то быть соучастным вырубилась камера поскольку зарядки на морозе не хватило сейчас около 7 градусов мороза я подключил электричество к ней и может быть сейчас такой немножко будет фоновый гул так что прошу прощения за качество звучания так вот мне просто не хотелось быть причастным к какой-то группировке сейчас люди там все делят на мясоеды, всееды, веганы, вегетарианцы, веганы, сыроеды, фруктоеды, фроноеды, нееды я как-то давно снял с себя все эти маски все, все чем мы пытаемся как-то себя обозначить поэтому вот этот мой опыт постепенно перешел к такому малоедению можно назвать как я говорил раз в неделю у меня было сухое голодание и потом я стал еще подключать среда и пятница без еды и получалось что за неделю три раза у меня было я находился без еды один из них был сухой ну и суббота и воскресенье два дня есть подряд это вообще была роскошь само собой постепенно как-то я перешел все-таки на живую, на сырую пищу поскольку ну даже вкусы вот когда тонко начинаешь чувствовать вкусы морковка сырая один вкус, вареная другая, у свеклы, у всех овощей, фруктов, ну меняются вкусы и в вареных вещах как-то безвкусно, склизко и туда надо что-то добавлять чтобы как-то это замаскировать а я к тому времени в общем-то уже отошел и от специй, от соли, от сахара тоже это все постепенно само собой как-то происходило ну из сахаров у меня сейчас пока еще медок остался меня конечно закидают шапками веганы и прочее но тем не менее я медок иногда с благодарностью принимаю и вот так вот я постепенно перешел к такому состоянию малоедения и периодически практикую отказы от еды, от воды, но стараюсь все это делать в таком позитивном состоянии то есть это в принципе стало моим образом жизни что самое интересное я получил свободу я получил свободу от этой еды потому что я помню себя когда я приходил в магазин и у меня было еще чувство голода как скупалось там все подряд потом оказывалось что это все не нужно когда там наедался сейчас я когда если захожу в магазин мне нравятся вот эти зеленые витрины да там капусточки все вот эти свеклочки помидорчики огурчики цитрусовые что надо возьмешь проходишь мимо остальных то есть конфеты молочка вот эти все особенно когда мимо мясного ряда проходишь там ну просто как в анатомичке непонятно то ли люди там лежат ребрышки то ли свиньи то ли еще кто-то все эти копчености то что запахи вот раньше так скажем возбуждали нервную систему сейчас не то что такое это отвращение да то есть есть такие запахи да то есть все у нас пахнет что-то приятно что-то неприятно но мне эти запахи как-то не стали меня притягивать скажем так я получил свободу вот от этой зависимости пищевой то есть я перестал чувствовать голод и вся моя все мое соединение с едой происходит потому что иногда вот хочется вкусов опять очень важно важное замечание что еда это как отдельный аспект жизни как медитация вот в чем дело не попутно да не на ходу там как сейчас в хутдоге там все эти фастфуд называется или когда застолье застольные беседы вот люди собираются вместе за столом беседуют они беседуют но они не чувствуют еды да вроде пузо набили им тяжело там это вроде как нормально хорошо посидели вот но большинство вкусов нюансов тонкостей человек не улавливает когда он открывает компьютер телевизор или там книжку или беседует вот как раньше было в старину когда я ем я глухо не ем и дед сидел с длинной ложкой если кто-то начинает болтать сразу по лбу ложкой поэтому когда я питаюсь я переключаюсь все внимание на процесс какой вкус идет сочетание вот этого всего то есть ты полностью все мысли уходят даже не то что там внешние источники информации даже внутренние источники информации все отключаются и ты вот соединяешься с этим продуктом и может быть поэтому больше происходит такого напитывающего эффекта но последнее время я в общем-то перешел практически на смузи это во-первых удобно быстро я с едой никогда не заморачивался там чтобы приготовить поесть помыть посуду тут все это настолько мало отнимает времени помыл овощи и фрукты все что тебе надо нашинковал блендер вкусил это соединился с этим продуктом сполоснул этот блендер все свободен тоже называется пища высваивается быстро переваривается очень хорошо ведь многие пищевые продукты они практически если вы их тщательно не переживали они так и не усвоятся если вы ту же морковку просто погрызли она также из вас и выйдет те же орешки семена многие вещи проходят можно сказать транзитом и конечно вот стало такое необычайное чувство легкости в теле при этом чувство энергии сохраняется и более того даже кажется такое ощущение что такая переполненность то есть ты можешь целый день работать в принципе у меня сейчас я вот когда что-то строю что-то делаю вот абсолютно нормально все это происходит когда я провожу ретриты семинарии то есть я тоже не ем и при этом общаюсь с людьми вместе с ними тут и движения и медитации и при этом все это происходит без еды и только идет на благо то есть вибрации повышаются и ты начинаешь очень тонко чувствовать людей это тоже кстати одна из таких интересных одной один из интересных моментов что многие спрашивают там какие ситхи там получаются еще что-то вот ну во-первых хочу сказать что не стремитесь за ситхами они будут отвлекать вас от более интересных вещей вы просто можете зависнуть в этих ситхах пытаться их достичь будут замечательны не будут еще замечательны вы на них просто не отвлечетесь но одно вот состояние то что исчезло чувство голода и даже после моего опыта в три месяца без еды я его так и не почувствовал как говорят что наконец-то будет настоящее чувство голода нет была такая скука по вкусам но чтобы там что-то было в организме там как-то психологически этого не было по ситхах вот одно из таких можно сказать волшебных вещей я стал очень тонко чувствовать людей и когда проводишь семинары или просто общаешься с людьми вот состояние отказа от еды а еще и длительного но такое ощущение что ты вот читаешь его мысли но я понимаю что я читаю не мысли а считываю его состояние иногда человек вот сюда приезжает и заявляет о себе что он такой весь духовный или там но ты видишь насколько вот он внутри черствый черный и много там негатива страдания хотя внешне он пытается как-то о себе заявить у других бывает наоборот такой тихий спокойно а ты чувствуешь какая-то внутренняя глубина и видишь человек как вот идет из эго или действительно по какому-то очень тонкому такому душевному запросу иногда вот эти состояния когда считываешь ну они как-то передаются и на тебя и не то что становится не по себе я конечно от всего этого могу и абстрагироваться но такой вот возникает элемент сострадания что хочется помочь таким людям ну в общем-то чем я тут и занимаюсь но только по запросу я не стараюсь все это так пропагандировать нести в массы если кому-то надо я всегда рад особенно интересно когда все это происходит в групповом поле там поскольку взаимодействие идет еще и в таком коллективном сознании тут идет такой бывает элемент узнавания то есть ты человека никогда вроде не видел но такое ощущение что ты когда-то с ним давно уже ни одну историю переживал ну вот так вот вкратце немножечко о себе то чем я занимаюсь в практиках именно отказа от еды как я к этому пришел какой у меня режим питания ну еще если по питанию вот говорить так на вскидочку я еще помимо овощей и фруктов использую орехи не часто но бывает что добавляю то есть добавляя семена подсолнуха добавляю семечки тыквы грецкие орехи кедровые орешки миндальные орешки ну стараюсь по возможности все это замачивать также я добавляю лен, мак, кунжут все это замачивает ну конечно в небольших количествах и добавляется это все в смузи все это перемалывается в мелкую взвесь и все это очень хорошо усваивается зимой вот когда холодно и иногда вот хочется как-то согреться вот почему опять не могу заявить что я там сыроед то есть я делаю или отвар травок, чаек какой-то ну так чтобы тело согрелось и также вот наверное единственное что осталось из таких горячих блюд я просто перемалываю семя льна и заливаю горячей водой через пять минут это все набухает и вот этим уже можно питаться и такой идет очень внутренний согрев ну туда если по желанию кто хочет можете добавить яблочко, бананчик, изюмчик многие продукты я в блендере перемалываю с кожурой там ту же тыкву с кожурой перемалываю, те же бананы поскольку в банановой кожуре находится очень много микроэлементов полезных веществ но естественно конечно я тщательно все это мою, замачиваю апельсины, мандарины, лимоны все это идет у меня с кожурой киви тоже с кожурой идет, то есть отходов опять-таки практически нету это такой основной в общем-то вид питания ну и питаюсь я как ну один раз-два иногда в день ну плюс чаи, там какие-то отварчики, трав, лен, не забываю я обычно с утра тоже выпить маленький глоточек льняного масла, но я делаю не глоток, я его рассасываю, я где-то 5-7 минут хожу, он постепенно просто как растворяется во рту делает такие микро глоточки тоже очень хорошо помогает поскольку там омега-3 и в общем-то жиры очень хорошо способствуют нашему телу и опять-таки в том же льне очень много и белка и плечатки омега-3, омега-6 то есть я стараюсь питаться очень такой полезной здоровой пищей проблем ни с желудком, ни с пищеварением, вообще со здоровьем у меня нету, то есть я чувствую себя ну на сто на двести процентов как там внешне я выгляжу, я там в зеркало очень редко смотрюсь, но вот по внутреннему состоянию, по внутреннему самочувствию я иногда просто удивляюсь, сам себе завидую, что в моем возрасте сейчас мне 55 лет недавно исполнилось, чувствую себя таким-то пацаном по состоянию души, по внутреннему переживанию, чего в общем-то и вам желаю ну все, я еще попринимаю солнечные ванны, позагораю, повпитываю, вот опять витамин D, откуда взять его? ну, можно из продуктов, можно вот так выйти на солнышко, полностью раздеться и впитывать и солнечные лучи, и солнечную энергию и понимать, что в это время витамин D синтезируется в нашей печени, которая поет на влагу и вроде сейчас я еще не ем, не пью, энергию принимаю с благодарностью, с любовью